К нам присоединяется Ольга Брусиловская, завкафедра международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, доктор политических наук, профессор. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, добрый вечер всем. И хотелось бы вот ваше мнение узнать по поводу того, что вот как сейчас в Польше, ну не только сейчас, конечно же, с начала полномасштабной войны очень активно начали присматриваться к безопасности своих границ, конечно же, и к безопасности воздушно, потому что не раз российские ракеты залетали в воздушное пространство стран НАТО. Это были не только, конечно же, ракеты. Ну и вот, смотрите, еще тоже интересный опрос провели в начале этого года. Почти 70% граждан Польши считают, что Варшава должна инициировать переговоры с НАТО даже и Украиной о расширении противовоздушной обороны на приграничную украинскую территорию, чтобы иметь возможность сбивать российские ракеты или дроны, которые летят в сторону Польши. Фактически не залетая на территорию Польши. И заказала этот опрос Жечпосполита. Как вы считаете, действительно ли нужно уже и об этом задумываться, чтобы не только свои границы обеспечить, но и хотя бы предупреждать залеты, скажем так, российских ракет или дронов на территорию Польши? Ну, на самом деле, если вы помните начало войны в 1922 году, то Украина сразу сказала о том, что самый лучший способ обеспечить безопасность окружающих европейских стран – это закрыть небо над Украиной. И мне кажется, вот эта позиция Украины была абсолютно правильной, абсолютно оправданной и единственно разумной. Но, к сожалению, НАТО не пошло на такой радикальный шаг и не предоставило нам возможностей для закрытия неба. И мы с вами пожинаем, в общем-то, плоды всего этого, но чуть-чуть достаются и нашим соседям. И достаются им, на самом деле, всё больше и больше, потому что война разворачивается, война стала делом не трёх дней и не трёх месяцев. Во все теперь понимают, что всё это может уже длиться годы, может продлиться ещё дальше. И поэтому Польша возвращается к тому, с чего мы начинали, что необходимо обеспечить всё-таки безопасность неба. А с этой целью, может быть, действительно стоит и подумать, опять вернуться к этой идее, закрыть украинское небо или хотя бы часть украинского неба, что было бы на пользу, безусловно, странам Балтии, Польши и другим нашим европейским соседям. То есть это идея правильная, это идея очень своевременная. Вот насколько реалистично её воплотить в жизнь, да, вот создание, скажем так, совместной зоны ПВО, польская и украинская хотя бы там? Точки зрения техники здесь нет вопроса. Мне кажется, это скорее вопрос политической воли, возможности договориться наших союзников между собой и взять на себя ответственность за такой шаг. Понимаете? Потому что ведь есть очень большая партия в Европейском Союзе, в Соединённых Штатах. Это, ну, условно говоря, партия, то есть это группа людей достаточно большая, которая говорит о том, что нужно сделать всё, чтобы не произошло эскалации. Да? Вот это какое-то магическое слово, эскалация, которое должно нас всех запугать. Украинская сторона, опять-таки, совершенно справедливо отвечает, что уже трудно представить себе большую эскалацию, чем то, что мы по факту имеем на сегодня. Поэтому, может быть, хватит, ребята, боятся. И, повторяю, надо проявить мужество определённое и сделать шаг вперёд. И вот не исключено, вот как считают, да, в Польше, что в случае поражения Украина-Россия нападёт на страны НАТО, в частности, на Польшу. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он призвал союзников не привыкать к войне в Украине и не забывать о ней, конечно же. Он подчеркнул, что ситуация очень серьёзная и потенциальную угрозу от Российской Федерации могут чувствовать всё больше стран. Давайте услышим его цитату и потом обсудим. Я предполагаю все сценарии развития событий и серьёзно воспринимаю худшие из них. Это роль министра обороны в той ситуации, в которой мы оказались сегодня. Это не слова, брошенные на ветер. Ситуация в мире очень серьёзная. Это не только Украина, это также районы Красного моря и Тихого океана. Нужно быть готовым к любому сценарию. Поэтому мы проводим аудит, делаем выводы, заполняем пробелы, например, по вооружениям. Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши, в интервью польскому изданию «Суперэкспресс». И вот если вспомнить даже прошлый год, если не ошибаюсь, апрель месяц, тогда уже начали появляться громкие, скажем так, новости о том, что Польша делает самую большую танковую армию. И вообще она закупает больше, ну вот по Европе, если считать, тогда активно начала закупать больше всего танков. И все начали обращать внимание на то, что вот действительно Польша укрепляется в военном смысле очень сильно. Как будто бы она что-то знает. Как вы считаете, действительно есть ли риск того, что Российская Федерация, даже ведя войну в Украине, далее будет посягать в виде гибридных, возможно, войн или других каких-то провокационных, посягать на территориальную целостность или вообще провоцируя страны НАТО на какой-то конфликт? Вот как вы считаете, есть ли для этого у нее потенциал и возможности сейчас у Российской Федерации? Ну давайте начнем с Польши. Мне кажется, Польша действует по принципу «хочешь мира, готовься к войне». И поэтому совершенно справедливо укрепляет свои вооруженные силы и думает о том, какой будет война следующего поколения. Очень много работает в этом направлении. То, что касается озвучки тезиса, что Россия может напасть на страну НАТО, то здесь, в общем-то, первыми были не поляки, первыми об этом заговорили страны Балтии. И это логично, если мы подумаем, да, то есть страны Балтии в военном отношении слабее Польши и напасть на них, в общем-то, логичнее. То есть не на сильного противника, а на того, кто теоретически может сдаться немножко быстрее, если не будет задействована пятая статья по коллективной обороне НАТО. А то, что касается России, серьезные аналитики говорят о том, что у России нет потенциала вести войну одновременно с Украиной и еще какой-либо страной. То есть я склонна, в общем-то, именно прислушиваться к этим военным специалам, которые считают, что, в общем-то, то, как идет война с Украиной, показывает на крайне ограниченные возможности России. То есть, в общем-то, непосредственной опасности нет. Но, повторяю, правы те, которые стараются продемонстрировать России зубы сейчас и сказать, что, если вы на нас нападете, ну, так мы уже готовы. А вот если рассматривать потенциальные, да, такие возможности Российской Федерации, то какие, в первую очередь, это могли бы быть страны? Действительно, страны Балтии или все-таки Молдова? Вот в Румынии считают, наоборот, что, в первую очередь, под угрозой Молдова. Кроме того, вот если говорить, вот мы начинали наш разговор с того, чтобы совместное ПВО сделать с Польшей, да, и Украиной. А тоже в некоторых странах, как в Румынии, есть свои законодательные нюансы, хотя, казалось бы, да, это страна НАТО. Вот румынские военные, оказывается, они не могут вести боевые действия в мирное время, точнее, сбивать залетевшие на ее территории российские дроны. Румыния не может не только из-за того, что, ну, там есть, да, необходимые для этого нужны зенитные системы, а еще и из-за отсутствия соответствующего законодательства. Об этом о службе Радио Свободы рассказал начальник штаба обороны Румынии генерал Георгицев Влад. Вот в какой-то момент ты понимаешь, а у наших-то соседей свои есть проблемы, с которыми они сталкиваются даже вот в бюрократическом поле. Так вот, как вы считаете, действительно, какая страна, в первую очередь, могла бы оказаться под угрозой в случае, да, Украины больше невозможности сопротивления Российской Федерации? И вот есть ли оценивать возможности этих же стран НАТО соседи Украины, которые должны оказаться перед лицом российской агрессии? Ну вот, я уже сказала, что я в такой сценарий в принципе не верю, но если все-таки поиграться в маловероятные сценарии, то мне кажется, мне кажется, что гораздо все-таки в большей опасности находятся страны Балтии, потому что, как бы то ни было, но необходимо подготовить российское общество к еще одной агрессии. И мне кажется, то, что сейчас в российском информационном поле звучит, это гораздо большее внимание именно к, как они пишут, недружеской политике стран Балтии, нежели это о какой-то другой стране, кроме Польши. То есть все-таки, как бы, повторяю, в информационном поле звучит Балтия и Польша, там не звучит Молдова и там не звучит Румыния. И вот это мне немножко, как бы, подсказывает направление возможного удара. Вот, кстати, с вами согласен и командующий силы обороны Эстонии Мартин Хэрем, он вот о чем говорит, что ключевой фактор для реализации российских угроз в адрес НАТО, в частности, стран Балтии. Это если завершение войны в Украине, об этом в интервью эстонскому телеканалу заявил командующий силами обороны Эстонии Мартин Хэрем, он уверен, что угроза со стороны России может материализоваться, если Российская Федерация выйдет из войны с Украиной, сохранив основную часть своих сил. Предотвратить потенциальную угрозу можно, если основательно к ней подготовиться, подчеркнул он. Вот, как вы считаете, а как можно еще подготовиться, смотрите, если на какие-то аспекты, к примеру, то же укрепление границы, да, страны Балтии, по-моему, отводят не то 10 лет, да, на вот то же Белоруссию укрепление, ну, то есть это все годы, это время, как вы считаете? Ну, давайте начнем с того, что Польша показала нам очень хороший пример, как можно очень быстро закрыть границу, я имею в виду польско-белорусскую, они же закрыли, ну, достаточно плотно половину, по крайней мере, этой границы с Белоруссией, то есть это можно сделать не за 10 лет, а за год, при большом желании, при некотором напряжении, конечно, экономических сил страны, Ну, если такая задача будет поставлена, она технически, опять-таки, выполнима. Теперь то, что касается будущей войны. Мне кажется, мы еще не до конца осознали, что война, она немножко другая, нежели была Вторая мировая, когда мы говорили больше об авиации, о танках, о наступательных, так называемых вооружениях. Уже совершенно очевидно, что в 21 веке возможна только война дронов и другой высокоточной техники, которая не требует больших человеческих потерь. То есть роботы, дроны, вот они должны воевать, а не мы с вами. И как может Эстония готовиться к войне, наращивая потенциал именно в этой сфере? Потому что дроны очень хорошо себя показали у нас здесь, и дроны могут очень хорошо защитить высокотехнологичную страну, такую, как Эстония. Тут, если добавить еще к этой информации, просто вот если смотреть на историю с Финляндией, то можно воевать, оказывается, не только дронами. Наверное, и потому строительство оборонной линии на границе стран Балтии с Россией и Беларусь важна для этих стран. Да, она может занять 10 лет, об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спруц. По его словам, расходы на укрепление границы будут значительными, и правительство должно решить, как сбалансировать эти средства с другими приоритетами государства. Андрис Спруц также уточнил, что договор между государствами Балтии не означает, что все страны абсолютно синхронно и в один день начнут или завершат строительство линии обороны. Мол, для эффективного сдерживания противника необходимо координировать действия также с Львовой и Эстонией. Я же напомню, что соглашение о создании Балтийской линии обороны на границе с РФ и Беларусью подписали министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы в Риге. Это решение должно существенно усилить военные возможности государств по защите восточной границы стран Балтии и НАТО. Вот единственное, не совсем могу понять, а что до этого было, что это были за границы, ну такие границы, которые вот сейчас они нуждаются, я так понимаю, еще в десятилетней перспективе конкретных усилений. От чего тогда защищаться, кроме как, возможно, с историей Финляндии, да, с мигратором? Ну тогда их немного было. Вот с Белоруссией и Польшей тогда история была более масштабная. Вот, как считаете, какие сейчас тогда должны быть границы? Вот вы говорили о дронах, да, от которых тоже надо защищать свое небо, о границах, какие в современной войне против России должны быть? Ну, если вот вы видели картинки, да, на экране, которые были у меня, они не убеждают, я вам честно скажу. Да, конечно, все эти укрепления можно построить, и затратив огромное количество денег и времени, вы можете добиться отсрочки продвижения противника на пару дней. Но, мне кажется, это не решает проблему. То есть, если честно, вот если бы я была министром обороны, я бы лучше эти деньги тратила именно на дроны, а не на вот эти заборчики, как бы мило они не выглядели. Вот эти заборчики, они помогают, то, что называется, защищаться от хороших людей. Не от преступников, не от бандитов, да. То есть, что я имею в виду, Польша построила очень быстро вот такие заборчики, когда из Беларуси повалили нелегальные мигранты. То есть, это было средство давления со стороны России и Беларуси на Польшу. Мы вас забросаем мигрантами. Помните, весь 23-й год вот эта история продолжалась. И тогда они начали границу застраивать вот этими укреплениями. Но, извините, нелегальные мигранты — это одно, а армия, которая на вас наступает, — это нечто совершенно иное. Поэтому, повторяю, для меня вот эти картинки выглядят крайне неудобительно, как средство защиты. Да, собственно, и учитывая, как в Украину они со всех сторон пошли, и явно тоже никакие заборчики не остановили бы эти танки. Учитывая, сколько между Беларусью, Украиной, а также наверняка и Польшей, и Беларусью также есть местности, где, казалось бы, непроходимые, но для военной техники почему бы и нет. Да, да, и граница — это сотни километров. Вы представляете себе? То есть сама протяженность границ говорит нам о том, что закрыть их не получится. К сожалению, да, тут нужно абсолютно идти в ногу со временем. Ну и вот немножечко и в прошлого давайте вспомним, да, что впервые с конца Холодной войны Германия готовит новый комплексный оперативный план обороны. Он будет учитывать уроки полномасштабной российской агрессии против Украины, то, о чем мы даже сейчас с вами и говорили. Об этом заявил территориальный командующий бундесвером генерал-лейтенант Андре Бодеман в интервью немецкому изданию ДПА. По его словам, документ имеет гриф «совершенно секретно», насчитывает сотни страниц и, прежде всего, направлен на сдерживание потенциальной агрессии. Среди угроз, предусмотренных в плане обороны, будут упомянуты фейки о дезинформации, кибератаке, целевая вербовка и диверсии. И ожидается, что документ будет подготовлен к концу марта. Вот, кстати, Ольга, мы тоже с вами еще не учли и современные технологии в виде информационной войны, которые сейчас очень неплохо пользуются Российской Федерацией. Это уже не говоря, что мы помним, как высылали дипломатов, их считая агентами Кремля, скажем так, и, собственно, которые там работали. А сколько еще таких осталось там наверняка, которые влияют на внутреннюю политику, в том числе этих стран. Ну и информационная политика, конечно же, очень огромное влияние имеет. Как вы считаете, насколько успешно страны НАТО сейчас начинают и над этой проблемой задумываться и действовать? Насколько это времени может занять, ну, в той же подготовке? Ну, мне кажется, что по сравнению с тем, как это выглядело два года назад, их успехи совершенно очевидны. И если вы почитаете новости, вы увидите, что российских шпионов фактически сейчас арестовывают, что называется, практически каждый день. И вот сама эта информация, сама эта статистика говорит нам, что на эту проблему сейчас обращают, конечно, гораздо большее внимание, нежели это было до 1922 года. То, что касается кибербезопасности, то Европейский Союз над ней уже начал работу такую очень даже неплохую года четыре назад. Здесь есть определенные успехи, те, кто интересуется Европейским Союзом, они все это могут почитать и увидеть очень хорошо, что созданы новые структуры, которые помогают координировать усилия стран, входящих в Европейский Союз. За обеспечением своей информационной безопасности. То есть, мне кажется, здесь нам есть чему поучиться у Европейского Союза. И опять вернусь к Эстонии, потому что Эстония, безусловно, является одним из лидеров стран ЕС, которые обращают на эту сферу огромное внимание. Ну, Великобританию, естественно, надо назвать, если вне ЕС, мы будем уже смотреть. Ну, то есть, нам есть с кем идти на сотрудничество в этой сфере, и они нам подскажут и помогут. И, кстати говоря, они, безусловно, во время войны регулярно приезжают в Киев и дают рекомендации по защите Украины в сфере информационной и кибербезопасности. Да уж, спасибо, Ольга, за ваше внимание для телеканала Freedom. Напомню нашим зрителям, обсуждали мы тему того, как Польша готовится оборонять свои границы и вероятности, скажем так, от Российской Федерации. Напомню нашим зрителям, Ольга Брусиловская, завкафедра международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, доктор политических наук, профессор, была с нами на связи. Субтитры создавал DimaTorzok